Вы слушаете Радио России Ульяновск. Сегодня 23 января, как всегда, по четвергам. С вами Наталья Юкозина. Здравствуйте. Есть в календаре две даты, когда мы обязательно встречаемся с Валерием Перфиловым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Ленинского мемориала. Эти даты связаны с именем Владимира Ленина. 21 января – день памяти и 22 апреля – день его рождения. Кстати, я заглянула в перекидной календарь и удивилась, что день смерти Ленина 21 января никак не отмечен. Надо же! А ведь вспомните, было время, когда день смерти Ленина мы настолько близко принимали к сердцу, что считали его практически своей личной трагедией. Тогда нам искренне было жаль, что этот гений не осуществил всех планов по развитию социалистического государства. Нам казалось, что если бы Ленин был жив, то, возможно, мы бы жили совсем по-другому. Конечно же, лучше. Как бы то ни было, мы, ульяновцы, обречены жить с именем Ленина долго. Хорошо это или плохо, каждый решает сам. Тем временем, Ленинский мемориал остается и архитектурным, и музейным, и научным центром Ульяновска, представляя большой интерес для гостей нашего города. На днях, как раз в День памяти Владимира Ленина, в мемориале открылась вторая честь – выставки «Ленин от первого лица», о чем нам подробно рассказал Валерий Перфилов. День памяти Владимира Ильича Ленина, 21 января, это особый день для нашего музея, Ленинского мемориала. В этот день мы проводим самые разные мероприятия. В День памяти Ленина мы открыли вторую часть нашего большого проекта. Это «Ленин от первого лица». Сложность внутренней жизни так называется. Первая часть называлась «Личная», а вот эта часть как раз она очень важная. Мы хотели показать Владимира Ильича как сложного человека, не только революционера, но и ученого, экономиста, философа. Дело в том, что зачастую это было характерно и для советского периода, особенно, конечно, в постсоветский период, когда Ленина просто упрощали, делали таким неким плоским. На самом деле, он, конечно, фигура была очень сложная, неоднозначная. И поэтому вот эта выставка, на наш взгляд, является очень важной еще и с той точки зрения. Мы сейчас думаем о создании новой музейной экспозиции. Поэтому мы сейчас отрабатываем некоторые направления, которые, как нам представляются, очень важными. Действительно много самых разных исследований, книг посвящены Владимиру Ильичу. И там, где он предстает, как говорят, идеалам, и там, где он предстает в негативном свете. Так вот, мы решили пойти по такому пути, представить Владимира Ильича, как он сам оценивал свои поступки, дать ему непосредственно слово. Это очень важно. К сожалению, Владимир Ильич еще не написал каких-то мемуаров, воспоминаний и так далее. Поэтому приходится буквально по крохам находить, вот для того, чтобы его охарактеризовать с разных сторон. Но это очень важно, потому что тем самым мы как бы понимаем логику его поступков, почему он так поступал. Это дает возможность понять то время, войти как раз в ту историческую эпоху, когда принимались те или иные решения. И, конечно, это лекции, лектории, экскурсии, мероприятия. Что касается 150-летия, со дня рождения Ленина, что-то уже вырисовывается такое ясное, четкое, конкретное. О чем вы можете нам сейчас сказать уже? 150-летие – это действительно один из самых таких крупных рубежей. Если нам вспоминать, то это было столетие, 125-летие, и вот сейчас 150-летие Владимира Ильича Ленина. Конечно, в рамках этого планируется много самых разных мероприятий, но, несомненно, самым крупным станет это Международный форум историков-публицистов. Называется «Трансформация исторической памяти в пространстве регионов» в 20-м, начале 21-го веков. Это вот посвящено 150-летию, и в рамках этого Международного форума мы планируем провести музейную конференцию. Себе не принадлежит приватная и публичная в жизни политического деятеля проблема музификации, потому что перед нами стоит такая серьезная задача создать новую экспозицию, которая будет представлена общественности. Для этого нам нужно услышать и своих коллег, и экспертов, специалистов по этой проблематике. Поэтому мы придаем большое значение вот этой непосредственно конференции. Но кроме этого планируется еще и много самых разных. Это и новая выставка в рамках вот как раз «Ленин от первого лица. Практик революции». Это и новые лектории, которые будут у нас. Это и издательская работа, планируется издание целого ряда книг, посвященных и фондовым коллекциям нашего мемориала, и жизнедеятельности Ленина. Это тоже планируется в рамках подготовки к 150-летию Ленина. Мы стремимся активнее использовать и интернет. В частности, у нас начал свою работу сайт «Ленин, о котором спорят», потому что Ленин и сегодня продолжает быть той фигурой, вокруг которого кипят страсти. Я думаю, что вот к 150-летию эти страсти будут еще более сильные, чем даже сейчас. Мы готовим такие выставки не только в нашем регионе и в нашей стране, но и готовим выставки для зарубежья. В частности, наши выставки на тему «Ленин и время» ждут во Вьетнаме, в музее Хо Ши Мина. Там очень высоко оценивают роль личности Ленина в становлении вьетнамского государства. Такая же история и с Китайской народной республикой на родине Мао Цзэдуна в Шао Шане. Ждут также нашу выставку, посвященную Владимиру Ильичу Ленину. Итак, вот выставка, которая у вас открылась в мемориале. Вы так интересно сказали, как он сам оценивал себя. Дать ему слово. Что это значит? Это значит подтвердить все оценками самого Владимира Ильича Ленина. Например, документами, материалами, его отношение к окружающим, его отношение к родителям, его отношение к своим родственникам и оценку тех событий, которые происходили на его жизни. Личное отношение с Крупской, Надеждой Константиновной. Я думаю, что это тоже представляет большой интерес, потому что так получилось, что очень много было написано для того, чтобы дискредитировать деятельность. Ему отказали во всем. И даже дело доходило до того, что отказывали в высшем образовании, потому что, например, на дипломе было ошибочно написано отчество Ивановича. Отсюда уже некоторые делали. Так мы сегодня представляем этот вот документ и подтверждаем, что Владимир Ильич один из тех 134, кто сдавал экзамены экстерном, был лучшим. И он заканчивает Санкт-Петербургский университет. И много других документов, которые рассказывают о нем как о личности, как об ученом, как философе, как экономисте. Можете себе представить, что Владимир Ильянов уже в 28 лет он был фактически включен в энциклопедии, которые посвящены выдающимся деятелям. В 28 лет он был уже в словарях Броккауза и Фрона, о словарях Павленко. Это говорит о том, что уже с ранних лет личность Ленина привлекала внимание в тот период как незаурядная личность. Поэтому вот выставка эта получила такую широкую поддержку. Было много посетителей. Проявлялся большой интерес. И мы надеемся, что вот сегодняшнее открытие этой выставки, оно позволит тому, что мы увидим в нашем музее много новых посетителей. Вы очень интересную сторону личности Ленина затрагиваете, представляя какие-то документы, доказательную базу на своей выставке. Логика поступков Ленина. Вот вы там доказываете, почему он так поступал. Можете уточнить, о чем идет речь? Одна из таких серьезных проблем, что у Ленина это 10 миллионов слов в его собрании сочинений. И беда всегда всякой Ленина заключалась в том, что выхватывали из его контекста, а выхватить можно все, что угодно. Ну, например, отношение к интеллигенции, условно говоря. Прозвучала такая фраза, якобы Ленин сказал, что надо интеллигенцию выжигать каленом железом. На самом деле Ленин сказал, что интеллигенция сыграла колоссальную роль к интеллигенции. Это всегда была гордость нашей страны. А в конце он сказал, что вместе с тем есть такие интеллигенты, которых нужно выжигать. То есть я хочу сказать, важно увидеть всю фразу, а не какие-то отрывки из непосредственно того или иного предложения. Только в этом случае можно объективно понять личность Владимира Ильича Ленина. Это касается его биографических данных, его родословной, его учебы, его личной жизни, связанной с пребыванием и в ссылке, и непосредственно за рубежом. Как он жил, за счет чего он жил, как появился псевдоним этот, потому что здесь тоже очень много самых разных мифов. Псевдоним Ленин. А на что жил Ленин? Тут тоже много всяких инсинуаций. Мы показываем на выставке, что Ленин все-таки жил в значительной степени от литературных заработков. Не случайно, когда анкету он заполнял, его спрашивали основное занятие, и он говорил, литератор. То есть он писал и получал и за свои исследования, и за свои книги, и за свою непосредственно публицистику. Это тоже очень важно показать, что человек очень много трудился. И мы видим на выставке, почти половина жизни прошло в ведущих библиотеках того мира. Это не только в нашей стране, но и в Верни, это и в Париже, это в Лондоне. И как раз на выставке представлена его, будем говорить, рабочая деятельность, такая черновая деятельность над его главными произведениями, такими как «Материализм, империокритицизм», «Как что делать» и многие другие работы. Развитие капитализма в России. Вы слушали Валерия Перфилова, кандидата исторических наук, старшего научного сотрудника Ленинского мемориала. Сегодня вечером мы продолжим эту тему. Правда, у нас будет другой собеседник Татьяны Качкина, старший научный сотрудник Центра стратегических исследований Ульяновской области. Она написала очерк «Родина Ленина» от идеологического символа к туристическому бренду. Начало в 19-20. Программа государственной телерадиокомпании «Волга» будни. Факты, события, комментарии. Все семьи с детьми, конечно же, с интересом слушали послание президента России, Совету Федерации, особенно в той части, где речь шла о материальной поддержке семьи с детьми. Хорошее дело. Так как в этом году изменятся выплаты на детей? Их две. По уходу за ребенком до полутора лет. И вторая выплата называется ежемесячные пособия на ребенка до трех лет. Издевательских пособий по уходу за маленьким ребенком в 50 рублей больше не будет. Зато больше семей смогут претендовать на получение более существенных выплат, но только при наличии статуса малоимущих. С начала года оформить себе такой статус смогут те семьи, в которых средний душевой доход не превышает двух прожиточных минимумов. Так каков размер пособия по уходу за первым, вторым и последующих детей будет в этом году? Слушаем Светлану Барабанову, начальника отдела Министерства семейно-демографической политики. Работающая мама получает 40% заработной платы. Неработающая мама получает на первого ребенка 3277 рублей, на второго ребенка 6554 рубля. Это по уходу. Независимо от доходов. Работающий по месту работы, неработающий в органах соцзащиты. Затем с полутора до трех лет уже пособие на ребенка. Что здесь изменилось 1 января? Одновременно с выплатой пособия по уходу за ребенком, мама имеет право на пособие по другому нормативному акту. Называется это пособие ежемесячная выплата на ребенка. То есть она может получать и по уходу за ребенком, это выплата от 0 до полутора. Еще есть выплата от 0 до 3 этим же самым мамам. Только эта выплата предоставляется тем, у кого средний душевой доход ниже в этом году 22220 рублей. На первого ребенка через органы соцзащиты выплата предоставляется, на второго ребенка через пенсионный фонд. Размер выплаты прожиточный минимум на ребенка 10482. И на первого, и на второго ребенка сумма одинаковая? Одинаковая, да. А вот что касается то, что деньги берутся из материального капитала, мамы не обижаются на это? Наверное, обижаются, но ведь эта выплата на заявительной основе предоставляется. Кто считает нужным обратиться и получить, тот ее получает. Тем более материнский капитал, там направление расходования всего три. То есть не каждая женщина имеет ипотечный кредит, чтобы направить эти деньги на улучшение жилищных условий. Не у всех дети платно учатся. Не все еще, наверное, подумали о будущей пенсии. Поэтому, может быть, им нужнее получить здесь и сейчас эти деньги. То есть это каждый уже для себя решает. То есть получается, что вот к трем основаниям, когда можно материнский капитал получить, это ипотека, платное образование детей, пенсии мамы, добавляется четвертая еще, правильно? Да. Это называется? Ежемесячная выплата на ребенка. То есть вот эта норма введена с 1 января? 18 года. Только для тех, у кого дети родились после 1 января 18 года. А много документов нужно собрать, чтобы оформить это пособие? Нет, документов немного. Это паспорта родителей, свидетельства о рождении и доходы от обоих родителей за 12 месяцев, не считая месяца обращения. И пособие назначается на 1 год, то есть до достижения ребенком возраста 1 года. Затем семья обращается второй раз, назначает до достижения ребенка возраста 2 лет. 2 года ребенка исполняется, обращается в третий раз и назначается уже до 3 лет. То есть все-таки поток пошел, да, мам? Конечно, хотя мы работали и в новогодние праздники, но все отдыхали, поэтому сейчас после праздников поток очень большой, да. Светлана Барабанова, начальник отдела методологии и организации соцподдержки населения, рассказала о том, как изменился размер выплаты на детей в этом году. Размер пособия по уходу за первым ребенком должен быть равен детскому прожиточному минимуму. Это около 11 тысяч рублей. На второго и последующих детей начисления будут идти ежемесячно, но не из государственных денег, а из материнского капитала. Вот так зима у нас нынче выдалась, снега, не допросишься. Правда, последние дни погода нас побаловала, снега насыпала. Сейчас поговорим о птичках-синичках. Синицы зимой всегда рядом с человеком. Радует нас своим красивым оперением и задором. Сходить в лесопарковую зону, покормить синиц, понаблюдать за ними – это ли не удовольствие? У орнитолога Андрея Москвичева мы решили узнать, а как птицам такая незимняя зима? Температура воздуха, да и скудный снег, как весной. Радует ли их такая погода? Ну, конечно, радует. Чем теплее погода, тем для птиц лучше. Корма проще искать, снега мало, можно что-то найти, например, в лесной подстилке, в коре деревьев. Ведь чем холоднее погода, тем сложнее искать корма. Соответственно, большой снежный покров доступ к кормам затрудняет, и поэтому в это время как раз именно зимой птицы как можно ближе к человеку стараются прилететь. И, например, в зимнее время в лесу птиц достаточно мало. Большая часть их приходит в города. А сколько всего видов синиц обитает в наших местах, на территории Ульяновской области? Самая распространенная, которая у нас в Ульяновской области, синица – это большая синица. Есть еще синица московка, два вида у нас лазоревок обыкновенная и белая, два вида гаечек – это буроголовая и черноголовая. Есть еще хохлатая синица. Ну, если абстрагироваться так от настоящих синиц, которые я перечислил, то у нас есть еще три вида, которые к синицам относятся примерно, скажем так, это похожие семейства, но немножко другие. Это у нас есть усатая синица, синица-ремеск, перелетный вид, она зимой не встречается. И есть еще длиннохвостая синица. Вот, например, если в городе Ульяновске, то у нас самая распространенная – это большая синица, потом обыкновенная лазоревка и бурголовая гаечка, и московка. Вот это самые такие вот виды, которые можно увидеть в парках. А чем они отличаются? Размером, цветом оперения. Желтый цвет, так присущий для синичек, у всех видов синиц присутствует? Нет, не обязательно. Желтый цвет – это вот отличительный признак большой синицы. Обыкновенная лазоревка тоже желтого цвета. А вот, например, московка и бурголовая гаечка, они серенькие. Все остальные синицы, которые я перечислил, они тоже разных окрасок. Вот, например, белый лазоревка, который у нас в области очень редко встречается, она вообще в таких беловато-голубоватых тонах, например. Беловато-голубовато, как красиво. Вам с мамой приходилось встречать лазоревку белую? Да, конечно. Вообще, белая лазоревка – это очень интересный вид. Вот у нас есть два таких знаковых вида на территории Ульяновской области. Тут белая лазоревка и обыкновенная чевица. Они были открыты и описаны учеными с территории нашего края. Когда в 1768 году была экспедиция, альбургская посылка по территории Среднего Поволжья, ее организовали Лепехин и Палас, у них была такая смешанная экспедиция, они изучали не только животное мир, но и всякие геологии и так далее, то есть разные вещи. И вот, в числе прочего, они открыли и описали два новых вида с территории нашего региона. А чем полезна синица? Синица, как и все насекомоядные виды, с точки зрения хозяйства именно для человека, она полезна тем, что она ищет различных насекомых, в том числе и вредных, которые доставляют немало проблем, например, посевам и так далее. Например, в плодовом саду синицы очень удачно справляются, например, с нашествиями различных плодожорок, которые портят яблоки, груши, другие виды вредных насекомых, которые повреждают посевы или ягоды какие-нибудь. И поэтому считается, что для того, чтобы, например, в плодовом саду на следующий год посетились насекомоядные птицы, в том числе и синицы, это в первую очередь, потому что их проще всего привлечь в плодовый сад, то нужно в этом месте организовать зимнюю подкормку. То есть мы подкормили синиц, они посчитали, что это место прям вообще удачное, там тут много корма, и они, часть птиц, остаются в этом месте на гнездовании. Мы как-то привыкли, что синички у нас появляются только зимой. А куда летом деваются синицы? Зимой в холода, когда нет кормов, они появляются в большом количестве в городах, а летом они уходят в леса, где размножаются. Леса, там различные поймы рек, кто как. Мне пришлось прочитать, что синицы – это практически каннибалы. Если у них будет в недостатке корм, то они начнут пожирать друг друга. Неужели они такие кровожадные? Ну, это не совсем так. Синица сама по себе, конечно, хищник. Хищник не в том понимании, что она, например, убивает позвоночных животных. Она помимо различных семян, плодов, которые особенно в зимнее и осеннее время, они переходят на питание растительными кормами. В обычное-то время она питается насекомыми. Причем, например, синицы – они хищники таким в малом объеме, скажем так. И они никогда не откажутся от того, чтобы поклевать мясо. То есть, если, например, они в лесу где-нибудь, пойдет какое-нибудь животное, например, то они с удовольствием полакомятся и пощипают мясо. Ну, зачем отказываться от такого дармового корма? Бывает, конечно, что у некоторых особей зашкаливает вот этот коэффициент хищничества. И действительно, они могут нападать на себе подобных. На том же самом Ютубе, например, можно легко найти ролики, где синицы нападают на таких же мелких птиц или, например, нападают на мелких грызунов. Ну, это так вот с точки зрения общего количества птиц. Это скорее такие исключительные случаи. Но, тем не менее, показывает, что не стоит забывать, что большая синица – это хищник. Если кусочек сала повесить, то как раз жди, что синичка прилетит и порадует тебя своим появлением. Почему их салом нужно угощать? Сало нужно не только для синиц. Вообще, сало зимой – это самый такой оптимальный белковый корм, который очень энергоэффективен. То есть, если, например, мы в кормушку что выкладываем в первую очередь? То есть, семена подсолнечника и вешаем сало. Тут, конечно, у сала большое преимущество. То есть, жиры, которые содержатся в сале, они позволяют птицам гораздо дольше продержаться, особенно в зимнее время. В отличие, например, от семян подсолнечника, которые тоже достаточно жирные, но сколько же их надо перетаскать, чтобы накормиться. А когда, например, мы вешаем кусок сала, птицы достаточно быстро насыщаются, и для них это гораздо лучше. Ну, тут сало мы вешаем для многих птиц, но вот, поскольку у нас самая распространенная у колкорбушек, скажем так, птица, которая появляется – это большая синица. Ну, вот, например, на сало может те же самые дятлы прилетать. Очень много случаев. Практически все виды тоже любят поклевать сало. Сало может быть любое? И соленое, и не соленое? Нет, ни в коем случае. Только не соленое. Не важно, какого вида животного оно будет. Может быть, оно вытопленное, например, даже. Главное, чтобы оно было не соленым. Желательно, конечно, его срезать еще и прожилки мяса. Они на морозе очень сильно дубеют, и из этой корки очень сложно выклевать какие-то мелкие кусочки. То есть вот эти вот прожилки лучше, конечно, тоже убирать. Многие птички издают приятные звуки. За это мы их и любим. Соловины и триели. То есть всегда приятно послушать птичек, когда они поют. А вот синички, у них есть какие-то звуки? Ну как, ведь принято считать, что вот, например, начало прихода весны оздоминаются первые песни Большой Синицы. То есть они одни из самых первых начинают предсказывать теплую погоду, скажем так, и говорить о том, что зима-то закончится скоро уже, весна придет. Песня-то у нее, на самом деле, у Большой Синицы очень звонкая. Ну, уже, наверное, в январе, вот, по крайней мере, я уже слышал первые похожие на весенние песни Больших Синиц. Соответственно, чем ближе к весне, тем чаще они будут их петь. У Большой Синицы есть несколько вариантов песен. Ну, конечно, она не такая мелодичная, как у славя, например, но она очень громкая и хорошо вообще обращает на себя внимание. Между прочим, вот из общего количества синиц, например, которые есть, Большая Синица самая громкая из всех. Орнитолог Андрей Москвичев считает, что синиц в зимнее время надо подкармливать несоленым салом. Это и птиц порадует, и нас позабавит, когда мы будем наблюдать, как шумно и дрочливо птицы резвятся вокруг кормушек. Дарья Рыкова, филолог, журналист и блогер, сегодня решительно намерена избавить нас от канцеляризмов речи. В эфире рубрика «Родная речь». Переводчик Нора Галь называла их опухолью, которая разрастается до невиданных размеров. А писатель Корней Чуковский вовсе поставил диагноз «затяжной, изнурительный и трудноизлечимый канцелярит». Сегодня поговорим о канцеляризмах, которые уродуют нашу жизнь. Приведу сразу пример. Часто можно услышать или увидеть в письменной речи такую фразу «Учителя ведут активную борьбу за повышение успеваемости». Сейчас мало кто просто так повышает успеваемость, все ведут активную борьбу или участвуют в активной борьбе за повышение чего-то. Есть убеждение, что чем сложнее написал фразу, тем внушительнее будет ее смысл. В итоге мы получаем пустое предложение, смысл которого теряется. А стоит вместо цепочки существительных добавить глагол. Не ведут активную борьбу за повышение успеваемости, а учителя стараются повысить успеваемость или просто повышают успеваемость. И тогда фраза выйдет живее, а главное понятнее. Следующий пример. Ребенок почувствовал страх. Есть еще ряд аналогичных примеров. Испытывал раздражение, ощущает чувство счастья и так далее. На первый взгляд в них нет ничего плохого. Но перед нами еще один симптом канцелярской болезни. Называется он расщепление сказуемого. Когда вместо одного глагола употребляется сочетание существительного с глаголом, обозначающее действие. Так вместо испытывал раздражение, можно просто сказать, был раздражен. Ощущает чувство счастья, был счастлив и так далее. И вот в примере про ребенка. Ребенок почувствовал страх, ребенок испугался, ему стало страшно и так далее. Можно сделать это все проще. Следующий пример. Большое количество домашней работы. Существительное тоже умеет расщепляться, как в этом случае. Большое количество конкретно. Здесь нет глагола, но есть несколько существительных и прилагательных. В этом случае просто написать, что домашней работы много, а не большое количество. Нужно не усложнять, а упрощать свою речь, даже письменную. Следующий пример. В процессе просмотра сериала я отдыхаю. Процесс просмотра сериала – это увлекательное занятие, но убивает жизнь в предложении. Глаголы – это всегда хорошая идея. Так что не жалейте запятых, дробите предложение на две части и пишите. Когда я смотрю сериал, я отдыхаю. Или как-то по-другому, но не в процессе просмотра чего-то. Есть еще такие фразы, которые, в принципе, не так нужны в речи. Их можно убрать, и смысл не изменится. Это тоже приметы канцелярского стиля. Например, фраза «стоит отметить» или «необходимо помнить». Лучше обойтись без этих фраз. Их миссия в том, чтобы они привлекали внимание. Но если что-то серьезное вы пишете в тексте, то это все равно привлечет внимание даже без этих фраз. Еще один пример. В целях повышения качества нашего сервиса. Такие фразы мы слышим постоянно в каких-то компаниях по оказанию услуг, по телефону. Также можно услышать такое. В целях повышения качества обслуживания ваш разговор может быть записан. Это классические такие фразы сферы услуг. И их тоже можно заменить. И даже понятная фраза привлечет больше внимания, чем вот эта канцелярская фраза, на которую мы не обращаем внимания. Чтобы наш сервис работал эффективнее, можно сказать так. И люди сразу обратят на это внимание, а главное поймут. Да, канцеляризм бывает уместна в официальной деловой письменной речи. Но не стоит перебарщивать с ними в обычной жизни. Пишите проще, говорите проще. И вас всегда будут понимать. Говорите и пишите грамотно, легко и красиво. Так считает Дарья Рыкова, филолог, журналист и блогер. И мы с ней согласны. И завершает нашу передачу архивная запись из творческого наследия фитотерапевта Зинаиды Крабцовой. Слушайте любимую рубрику. Аленький цветочек. Сегодня мы поговорим о перце чили. Перец чили получил свое название не больше, не меньше, как от самого Христофора Колумба. Очень уж понравился ему этот остренький продукт во время пребывания в Америке. Но назвал его чили не по стране чили, а потому что на древнем языке отцеков так звучит слово красный. В общем, это красный жгучий перец. Он давным-давно занял достойное место у нас на грядках. И вряд ли у кого нет его на столе в составе какой-нибудь приправы или соуса. Сортов жгучего перца много. И каждый из них называется чили, хотя обладает большей или меньшей жгучестью. В зависимости от количества содержания капсаицина, виновника такого необычного вкуса. У нас выращивают три его вида. Длинный, конусовидный и маленький, которые хорошо растут в обычной квартире. И круглый год светет. Образует маленькие конусовидные плоды, ничем по вкусу не отличавшиеся от обычного большого. Выращивал на подоконнике, знаю. Мне лично нравятся конусовидные плоды чили. Они аккуратненькие, без длинных кончиков. Капсаицина больше в семенах. Поэтому, если нужно получить приправу помягче, семена удаляют. А вот если надо усилить жгучесть, например, для изготовления перцового пластыря или натирания, то семена оставляют. Сейчас рекламируют бальзам с перцем. Но почему-то указывают в нем и перец чили, то есть перец красный. И его состав капсаицина отдельно, а не то, что что-то одно из них. Грамотнее было бы сказать, в состав бальзама входит красный жгучий перец. И все. Понятнее людям было бы. Тут нового-то ничего нет. Он и раньше использовался для натирания перцовых настоек и мазей. Так применяется перец наружно. А внутрь как он действует на человеческий организм? Если использовать его умеренно, то просто великолепно. Он повышает иммунитет. Действует тонизирующие на сосуды, в том числе и головного мозга. Является мощным антиоксидантом. И еще его свойство – он заставляет мозг вырабатывать эндорфин – гормон счастья. Недаром красный перец или чили входит в состав древней системы оздоровления аюрведы, который применяется для омоложения. Только использование его строго индивидуальное. Кому какая доза нравится. И нет ли болезни желудка. Вот и все о перце красном или перце чили. Вот и все. Эту передачу для вас подготовила Наталья Козина. Спасибо, что были с нами. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok